Апробация проекта Сурдоперевод прошла в многофункциональном центре Щелковского муниципального района. Этот проект будет запущен через полтора месяца и слабослышащие люди смогут получать услуги многофункционального центра. По определению слова апробация это проверка работоспособности процессов, схем, моделей, методов, установленных теоретическим путем, проводимая в реальных условиях. Именно это произошло в МФЦ. Причем делалось это при участии главных заинтересованных лиц, представителей сообщества слабослышащих людей. В отношении одного из них, без предупреждения всех участников проводимой проверки с помощью Сурдопереводчика, работающего в режиме удаленного доступа, с помощью специальной компьютерной программы, давались разъяснения по оказанию одной из услуг многофункционального центра. В данном случае это касалось подачи документов на оформление водительских прав. После окончания тестовой работы с клиентом достигнутый результат был проверен. Язык жестов, которому обучены вы, как специалист, он ему доступен? В среднем, он сказал, что это в среднем. Ну, атерка такая, вот, то есть нужно дальше у нее развиваться. Критические замечания мы услышали от руководителя областной организации, которая сегодня присутствовала. Моя принципиальная позиция в данном направлении, что двигаться вперед необходимо. В принципе, да, это нужная вещь. Естественно, переводчиков русского жестового языка не хватает по всей стране. Это очень большой дефицит. И не каждому глухому можно прикрепить переводчика, правильно? Одному глухому надо переводчик врачу, и другому еще куда-то. Поэтому это нужная платформа. Но надо ее отработать. Апробация оказания услуг с помощью сурдопереводчика показала, что руководству МФЦ нужно будет учитывать особенности людей слабослышащих. Необходимо соблюдать при разговоре с ними правила, предъявляемые законодательством по защите и неразглашению личной конфиденциальной информации. Мы планируем это делать в отдельном кабинете. То есть порядок будет примерно такой. Заявитель, ограниченный по слуху, приходит на ресепшн. И сотрудник ресепшн проводит его в специально оборудованном помещении. Мы совершенно случайно сегодня получили на период тестирования случайного глухого заказчика, вместе с которым опробовали получение прав, информацию о правах. Для нас это был сюрприз, мы ничего не готовили. И именно в таком формате это будет впервые в Московской области. Андрей Цехадович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».